Здравствуйте, уважаемые товарищи, дачники, огородники, садоводы. Рад приветствовать вас в моем проекте на моем канале в YouTube и в клубе органического земледелия Фролова Юрия Андреевича. А я и есть Фролов Юрий Андреевич, я биолог, эколог, исследователь, предприниматель, много других у меня есть специальностей, видов деятельности, занятий. Если будет интересно, посмотрите, вы найдете легко мой блог, мои сайты, чем я занимаюсь. А сегодня мы поговорим с вами в нашем разделе о аграрной тематике, тем более сейчас погода и календарь нам позволяют говорить об этом, о перцах. Из продуктов питания, растительных, конечно же, у нас на первом месте по популярности среди массы наших уважаемых огородников стоит томат, а на втором, пожалуй, делят огурцы с перцами. Перцы, не так с ними все просто. В каком плане? Зимой перцы я есть, купленные в магазинах, не рекомендую, если только это не био-сертифицированные перцы из других стран, либо не ваши личные, либо ваших хороших знакомых, кому вы доверяете, кто их вырастил в зимних теплицах или зимних садах. Но это не так просто зимой. Перец, культура интересная, я сам очень люблю перцы. Перец, культура очень полезная, поскольку она содержит в своем составе, я имею в виду ткани перца содержат в своем составе много важнейших микроэлементов. Если почва плодородная, о плодородии почвы мы будем с вами говорить отдельно, это целая глобальная большая тема. И беда в том, что у нас сейчас почвы истощились и очень мало важных микроэлементов. Нам ведь нужны не только макроэлементы из почвы, такие как фосфор, азот, калий, кальций, магний, а нам нужны еще и микроэлементы, такие как литий, такие как селен, цинк, кремний. И вот перец содержит эти микроэлементы, но только при одном условии, если почва богатая этими микроэлементами. Как увеличить плодородие почвы? Это тема отдельных занятий. Но сегодня я расскажу вам о том, как вырастить очень качественные, хорошие, крепкие перцы достаточно быстро. Для начала мы берем вот такой контейнер, а может быть этот контейнер совсем малюсенький, вот такого размера. Насыпаем в идеале сюда вермакулит, поскольку этот минерал хорошо вбирает в воду, не дает семечкам пересыхать и не дает переуложниться. Закрываем плотно крышечкой герметично, ну скажем, как вот у нас закрыт вот этот контейнер. И у нас создается эффект парника, видите, такие капельки. Всегда высокая, близкая к 100% влажность, а это очень важно. Тогда семечки при еще неплохом освещении, но не слишком ярком, и температуре внутри в этих парниковых условиях не выше 32 градусов у нас создаются прекрасные условия для выращивания, проклевывания перца. И как у нас проклюнулись маленькие перчики. Я вам сейчас покажу, я вам сейчас покажу. Вот посмотрите на фон, так я подсвечу, чтобы лучше видно было. Какие у нас прекрасные, вот пальцем я показываю, выросли маленькие перчики. Буквально за 5 дней, за 5 дней проклюнулись и выросли. Крепкие, маленькие, с двумя листочками. Все, тогда мы можем теперь уже спокойно пересаживать их в стаканчики. Мы убираем этот контейнер, ставлю я следующий. Вот, пожалуйста, почву как подготавливать. Я рассказывал, сейчас не буду повторять, ищите этот ролик. От почвы зависит очень многое. Она должна быть плодородная, рыхлая, мягкая, поэтому мы используем еще солому перемолотую для создания, так скажем, воздушности почвы. И вот мы можем высаживать уже сюда маленькая растенница. Я показывал, вы найдите эти ролики обязательно. Так, потом промульчируем это сверху, накроем уже, когда росточек будет соломой. И мы получаем, собственно говоря, высокий прирост, быстрый темп роста перца. Вот этот перчик, вот этот перчик, который вы видите, вырос буквально из малюсенького такого проросточка, который я вам показывал, буквально за 10 дней. Но перцы вначале растут медленно. Медленно. Они потом начинают быстро набирать рост, если условия идеальны. Значит, специально здесь оставлено 3,5-4 сантиметра пустого пространства, почвы нет для того, чтобы потом, если у вас перетянулась рассада, а этот экземпляр был вытянут слишком, то мы специально оставляем возможность, чтобы впоследствии досыпать почву, довести ее до предела вот этой кромочки стаканчика. Стаканчик удобный, это, собственно, купите его можете вы в специализированных фирмах. Это медовый, так называемый, стаканчик 400 мл. Он, с одной стороны, эластичный и очень прочный толстый полиэтилен пищевой. Поэтому можно смело использовать без всякого опасения в плане экологичности. Так вот, мы можем досыпать почву, и у нас прорастут дополнительные корни. Он будет более устойчивым. И вот теперь, ну, в прямом смысле этого слова, не будет клониться, будет крепкий стол. Освещение. Это очень важный вопрос. Перец любит интенсивное освещение и очень, скажем так, продолжительное. 12-14 часов в сутки минимум. Ночью надо снижать температуру. Желательно, чтобы он был крепким и рост в толщину, утолщался, был таким очень крепким растением. И вот, посмотрите, что мы можем получить за месяц и одну неделю. Буквально за месяц с небольшим у нас вырастает вот такая прекрасная рассада. Некоторые экземпляры до 40 сантиметров. И посмотрите, начинают отделяться стебли уже, их становится два. Конечно, многое зависит от сорта или гибрида перца. Я вам об этом сейчас немножко расскажу. Мы видим уже здесь цветочки. Некоторую рассаду я увожу в свои теплицы и зимние сады, когда уже есть перчики. Мы их не обрываем, цветочки мы не обрываем, но только потому, что у нас очень прекрасная плодородная почва. И вода, богатая органическими и неорганическими соединениями, которые я поливаю из аквариумов. Ведь у меня еще есть рыборазводня, и в ее, скажем, одном крыле мы выращиваем нашу рассаду. А поскольку там вода самая лучшая, с питательными веществами, поскольку продукты обмена веществ рыб, переработанные микроорганизмами, нитрифицирующими бактериями в субстратах биофильтров, являются самым лучшим средой, скажем, для питания корневой системы растений. То есть, это те самые нитраты, нитриты, которые являются ядами для живых организмов, животных. Они для растений являются питательной средой. Так, значит, чтобы перцы были крепкие, как, собственно, и другие растения, я рекомендую раз в неделю опрыскивать их через поливизатор вот этим препаратом, японским HV-101, который из себя представляет комплекс в коллоидной форме минералов и очень высокого содержания кремния органического, подчеркиваю, органического кремния. Это будет как бы закаливание, как бы поддержание, укрепление иммунной системы перца. Так назовём это, переводя на язык, говоря о аналогах с человеком, про иммунную систему. Вот такие прекрасные перцы. И теперь мы их спокойно можем перевести. Собственно, что вчера я уже сделал, перевёз часть в моё хозяйство. И высадили в открытый, вернее, скажем, извините, не в открытый грунт. И высадили их в мой зимний сад. Об этом будет ролик, пожалуйста, смотрите. Это уже следующий этап работы с перцами. Значит, что я хотел бы ещё сказать насчёт перцев. Во-первых, перцы не любят высокой влажности воздуха в парниках и зимних садах. Как, собственно, не любят и томаты. Любят высокую влажность огурцы. Это лиана тропическая, поэтому, собственно говоря, их нужно сажать в разные, скажем, отсеки теплицы, либо в разные теплицы, что в идеале. И создавать немного разные условия. Перец любит высокую температуру, любит очень яркое освещение, но прогретую, хорошо аорируемую, значит, перфорируемую почву. Так, это надо будет перезаписать. Перец очень любит высокую температуру, активное яркое солнце, умеренный полив, но почва должна быть слегка влажной и хорошо промульчированной сверху, чтобы поливать редко. Уже когда рассада будет крепкой, вы высадили в почву, то после нужно будет поливать раз в неделю, а то и реже. Всё зависит от того, какую агротехнику почвы вы ведёте. Об этом мы будем рассказывать в других наших передачах. И я хотел бы напоследок сказать вам, дать рекомендации о нескольких видах, скажем, нескольких сортах и гибридах перцев, которые я бы порекомендовал вам. Я работал с десятками видов сортов и гибридов, и есть мои любимые. Пожалуйста, я вам сейчас о них расскажу немного. Вот этот перец называется сладкий фламинко. Значит, это фирма «Русский размер» производит. Это прекраснейший вкусный перец. Выращивается он за 90-95 дней, но очень крупная урожайность. Его 10-15 килограмм с квадратного метра. Огромная урожайность. Значит, есть интереснейший сорт «Клаудио». Это гибрид. Это гибрид. Это не сорт, это гибрид. Буквально 70-80 дней до, собственно, плодоношения. Толщина, вдумайтесь, стенок этого сорта, гибрида этого, до 15 миллиметров. Толстенный, очень увесистый, крупный, по 250 грамм масса плодов. Прекрасный сорт. Есть двойное изобилие. Это тоже гибрид. Это тоже гибрид. Ну, скажем, можно сказать, он просто выдающийся. Почему? До 40 плодов вы можете с одного куста собрать. Это гигантская урожайность, несмотря на то, что вес до 80-100 грамм. Как правило, не более. Прекраснейший. Устойчивый к болезням. Не очень высокий. Удобный на первый ярус, ближний к внешнему стеклу в теплицах. Вот этот острый перец, который продается компанией «Русский размер», тоже достаточно интересен. Он большой, до 30 сантиметров длиной. Понимаете? То есть, такой яркий и очень красивый. Я его рекомендую с нескольких точек зрения. Уход за ним очень прост. Ну, и за 60-70 дней вы уже будете иметь первые плоды. И он достаточно устойчив, скажем, к низким температурам. До 20 и даже 15 градусов временным. Ну, а вот этот перец черный, посмотрите, он так и называется «шоколадка». Значит, он растет долго. 115-130 дней. Но, скажем, иногда бывает, можно получить результаты менее, чем за 100. Поэтому я рекомендую его высаживать пораньше на рассаду. И рассада, если вы хотите сажать в открытый грунт, должна быть не менее 50 дней. То горшочек уже нужно более крупный. Не такие, как я показывал, когда говорил о перцах. Или вот, скажем, как вы видите, горшочки, в которых сейчас томаты сидят по 400 миллилитров. А где-то миллилитров 700-800. Есть такие же медовые стаканчики, только крупнее размером. Так, далее есть интересный гибрид. Вот такой. Называется он русский размер XL. Это очень крупный, очень крупный перец. И, кстати, он быстро растет. Всего за 60, ну, 70 дней. Уже, значит, до 20 сантиметров. И посмотрите, его большой диаметр от толщины стенок до сантиметра. И он может вырастать до 500 грамм штука. Вы представляете, вот это вот прекрасный я вам рекомендую. Причем, сразу скажу, если вы хотите где конкретно купить, чтобы не обманули, чтобы действительно вы получили непросроченные, честные семена, то вы можете обращаться ко мне, писать на мою электронную почту в клуб органического земледелия, в мой блог. И если я письмо увижу, то я, либо мои помощники, обязательно вам отправим адрес или адреса тех людей, кто занимается семенами, кто действительно является честными продавцами. И я могу с уверенностью вам от всей души порекомендовать. Давайте еще поговорим о нескольких сортах и гибридах. Вот это перец кокоду. Он вырастает достаточно долго, за 100, 30, 135 дней. Но это крупный, до полутора метров куст. Его надо высаживать тоже заранее. Дней за 45 до высадки в теплицу и за 50 где-то до высадки в грунт. Ну, в теплицу, смотря какая, можно и пораньше, конечно же. То есть не ждать столько, можно... Но вы все равно это конец февраля, учитывайте. Желательно высаживать в конце февраля. Вообще перцы высаживаются первым делом. Первое, что на проклевывание семян, а потом на рассаду, это перцы. Это уже можно начинать для средней полосы России и для Сибири с конца февраля. Вот. Значит. Ну и вот длина плода тоже 25-30 сантиметров. Большой диаметр. Толщина стенок хорошая, до 8 миллиметров. Достаточно мясистый. Вот, пожалуйста. Так, ну и напоследок вот такой красивый желтый перчик. Это называется у нас, значит, Севилья. Это тоже F1, то есть гибрид. Это такой северная Испания. Значит, его селекционная принадлежность к этому региону. За 90-95 дней он вырастает. Плоды достаточно крупные. Они такие, как коробочкой. Ну, примерно 10 на 14 сантиметров. Сочные, очень сладкие. Урожайность хорошая. 7-8 килограмм с квадратного метра. Вот. Поэтому рекомендую вам вот этот перчик. Ну и знаете, конечно же, существует много ценных, старых, отечественных сортов селекционных перцев. Острый астраханский. Я расскажу в следующих передачах о других сортах. Покажу в теплице. У нас будут видеосъемки с моих различных теплиц, зимних садов, моих нескольких хозяйств аграрных. И вы увидите все методики. Увидите те приемы, которые мы применяем в нашем органическом земледелии. Ведь мы не применяем никакие вредные химические препараты, а только старыми натуральными методами. И используя современные методики по улучшению, ну скажем, с применением препаратов некоторых, основанных на бактериях живых почвенных, на симбиотических грибах, микоризах. И используя червей определенных дождевых, мы создаем прекрасную почву, изумительный биогумус, на которой мы можем выращивать гораздо качественнее плоды любых культур, быстрее. И самое главное, с высоким содержанием в них, так нужных нам для нашего здоровья, минералов, микро- и макроэлементов и витаминов. Поэтому я еще раз хочу вам пожелать, значит, хороших урожаев. Введите правильно оградное свое дело, хозяйство. Это дело интересное, это дело любимое, наверное, для вас, уважаемые огородники, дачники. Поэтому смотрите мой канал, смотрите и посещайте мой сайт Клуб Органического Земледелия. До новых встреч, всего самого лучшего.